Сегодня мы хотели поговорить о музыке и о юных музыкантах. Уважаемые телезрители, вы также можете принять участие в нашей программе. Для этого вам нужно позвонить по телефону прямого эфира 8 495 791 8802. Итак, Олеся Владимировна, вы руководите детской музыкальной школой. Расскажите, что она сегодня из себя представляет, что это за учреждение на современном этапе? Музыкальная школа сейчас это не просто образовательное учреждение, это храм искусств, в котором все дети могут реализовать все свои способности получить прекрасное образование. Могут научиться не только играть на разных инструментах, но и познать мир искусств по музыкальной литературе, могут научиться театральному исполнению. В общем, это царство искусства. О театре мы еще поговорим в дальнейшем. А по каким направлениям ведется обучение? У нас много интересных направлений. Это отделения, это академические отделения, это фортепиано, скрипка, виолончели, аккордеон, баян. Но у нас много очень интересного нового. Когда-то было открыто фольклорное отделение, несколько лет назад, и мы не очень понимали на данный момент открытие, все-таки как оно будет развиваться, потому что это не просто фольклор, народное пение, это не просто для детей. И когда-то это было всего 3-4 учащихся, которые в прошлом году, кстати, это был первый выпуск фольклорного отделения, они успешно закончили. А сейчас мы довольны, что мы открыли это отделение, потому что это наши любимые конкурсанты, лауреаты. Они известны в Москве, в Московской области, в городе. Востребованы. Очень востребованы. И детям очень это нравится. У нас прекрасные педагоги на этом отделении. Также открывали класс ударных инструментов и вокал. Вокалистов на данный момент у нас 40 детей занимается на вокальном отделении. Это очень много. И именно эти вокалисты, талантливые вокалисты, которые поддерживают город на всех мероприятиях, поддерживают на всех конкурсах. Мы их можем видеть на многих местах. Практически на каждом городском мероприятии. Да. И новое наше отделение, это вот в этом году мы буквально открыли очень интересный класс мандолины. Совершенно талантливый, удивительный педагог. И мы возлагаем большие надежды на нее, на прекрасный исполнитель. И умеет как-то вовлечь детей. Потому что это необычный инструмент. Это гитара, домра, у нас все это есть, а мандолины вот у нас еще не было. Это что-то очень интересное и новое. И класс электронного органа. Ну, об этом мы тоже расскажем позже. Да, поговорим. Вы сегодня руководитель учебным заведением музыкальным. А как вот лично для вас начинался путь к музыке? Я родилась в городе Дубна. Это прекрасный город физиков и лириков. И очень хорошо помню свое... Кстати, город Наукоград тоже. Да, да, Наукоград. И мы сейчас этим городом поддерживаем тесные связи и творческие, и образовательные. Потому что наши дети выезжают туда часто на конкурсы. И я очень хорошо помню свою музыкальную школу, когда я в пять лет начинала заниматься. Потом, переехав сюда, в Реутов, я не думала никогда, что буду музыкантом, педагогом. То есть это было какое-то решение мамы, скорее всего. А вот родители приложили руку к вашему будущему. В детстве вот кем хотели стать? Как-то я в детстве не очень задумывалась над тем, кем я бы хотела стать. Мне всегда нравилось общаться с детьми, может быть, где-то помогать детям. Но о музыке не думали сначала? Не думала. Не думала, занималась. То есть я понимала, что это очень интересно. Ну, росли как обычный ребенок? Да, да, как обычный ребенок. И что произошло? А произошло, когда я переехала сюда в Реутов, и я как раз попала в первую музыкальную школу. Кретина Илья Ислава. Он мне и моими первыми педагогами были Наталья Андреевна Макарова. Это вам было сколько лет? В 12 лет я сюда переехала. То есть музыкой вы начали заниматься уже? С пяти. С пяти? С пяти лет? Да. Но уже так профессионально с 12 лет. Ну да, наверное. И педагоги Нина Дмитриевна Муравьева, Наталья Андреевна Макарова очень помогли в выборе этой профессии. И однажды в школе появилось объявление о дне открытых дверей в одном областном училище. Ну, получилось так, что мы съездили, посмотрели, послушали. И как-то так было решено. Было решено, что я стану, наверное, педагогом-музыкантом. Ну, вот так просто. Ну, вот так просто. Уважаемые телезрители, напомню, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Человек, который посвятил свою жизнь музыке. Это директор, руководитель детской музыкальной школы номер 2 Олеся Махно. Звоните к нам по телефону и задавайте вопросы. Олеся Владимировна, ну, заниматься музыкой очень много желающих детей. Насколько легко к вам попасть и всех ли вы берете? Как происходит вот этот вот отбор? К нам попасть легко. Нужно подать заявление. И потом просто пройти прослушивание. Прослушивание, естественно, это конкурсное прослушивание. Но, как правило, дети себя очень хорошо показывают, поэтому мы стараемся... Во сколько лет лучше всего приходить? Ну, зачисление в первый класс идет, это с 7 лет. С 7 лет? С 7 лет. Ну, то есть, как в обычной школе, да, получается? Да, с 7 лет. И дети проходят определенное прослушивание. Так, как оно выглядит? Вот сейчас вот многие сидят, как еще и прослушивание? Что же мой ребенок должен такое сдать? Тут же есть какие-то ЕГЭ, может быть, или как? Нет, ЕГЭ. Обязательно есть какой-то порядок? Порядок? Ну, во-первых, это творческое прослушивание, и детям это всем очень нравится. Дети перед тем, как пройти прослушивание еще в школе, могут получить некоторые консультации от педагогов-теоретиков, чтобы они понимали, что нужно делать на экзамене, на прослушивании. И на прослушивании проверяется слух, ритм, память. То есть, человек, который сидит за фортепиано и общается с детьми, он предлагает спеть какую-то песню, либо куплет какой-то песни. Дети с удовольствием это делают. Прохлопав ритмический рисунок, мы понимаем, что такое ритм, что такое память. Ну, и чисто человеческое общение с каждым ребенком, то, что дети сейчас очень развиты, они с удовольствием рассказывают о себе, о том, на каких инструментах они хотят заниматься. А когда проходит этот набор? Вот летом или когда? Эти прослушивания проходят в мае. В мае. А, то есть уже в конце весны? В конце апреля подаются заявления, да, и в мае мы прослушиваем детей. В этом году сколько к вам, так сказать, подало заявлений? Какой был конкурс? Вот расскажите. Ну, конкурс у нас, вот, было очень много вокалистов, было очень много пианистов. В этом году... Ну, традиционные такие вот направления, которые пользуются больше всего спросом. Да, и у нас вот второй год, у нас это, конечно, приятно и удивительно приятно. Очень много скрипачей. С чем это связано? Все хотят играть на скрипке. Ну, у всех разные причины. Кому-то нравится инструмент, кому-то некуда поставить фортепиано, поэтому скрипка, это вот так интересно. Вот, но поступают некоторые дети из одной семьи, например, двое детей поступают, поэтому кто-то один играет на фортепиано, а другой может играть на скрипке. То есть создаётся такой семейный ансамбль. Какие документы необходимо представить родителям, чтобы ребёнок был зачислен? Ну, все документы, если конкретно кто-то захочет посмотреть, они есть на сайте. А так, это требуется свидетельство о рождении ребёнка, медицинская справка, документы о регистрации. О регистрации в городе? В городе. В области, да. В городе, да. И плюс паспортные данные родителей, плюс фотографии для личного дела. Так, вы берёте только ревотовчан или здесь нет ограничений, могут приехать ребята из столицы, которые буквально вот через дорогу, или из других городов Подмосковья? Ограничений нет. Ревотовчан у нас очень много, и мы рады, что они всегда с нами. Но тем не менее, у нас очень много детей из Москвы. Это из Новоксино, и из Перова приезжают, из Новогиреева. У нас есть дети, которые есть из Балашихи, из других городов. Ну, видимо, так складывается их желание. Тогда такой вопрос. Ну, вот возьмём два ребёнка, один из Ревотова и один, допустим, из Москвы. Они абсолютно одинаково прошли отбор, да? Да. Кого вы возьмёте? Мы постараемся взять обоих. Достойный ответ. Я напомню, уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях руководитель детской музыкальной школы номер 2 Олеся Махно. Звоните нам по телефону, задавайте вопросы. 8-495-791-8802. 7-91-8802. Как вы считаете, Алиса Владимировна, вот сегодняшние дети, которые занимаются в школе, они отличаются от тех, кто занимался музыкой, обучался музыке 10-15 лет назад? Да, конечно. Дети, нынешние дети, они очень развитые, одновременно очень загружены, потому что и в школу они возвращаются позже, и после образовательной школы всем родителям очень хочется, чтобы их дети получали максимальное количество знаний. Они занимаются и спортом, и в хеографических студиях, и английским, и вот в музыкальной школе. Поэтому вот если родители помогают правильно распределить какое-то время и расписание детей, то они все успевают. Они молодцы. Сегодняшние дети действительно какие-то уникумы, которые впитывают в себя как губка все вот эти знания современного мира. Тут еще и занимаются и музыкой, и спортом. Да, всем. Я знаю, что в вашей школе двери открыты и для детей с ограниченными возможностями. Недавно у вас в гостях бывала наша съемочная группа. Я предлагаю посмотреть сюжет. На своем жизненном пути 9-летняя Соня Николаева уже встретила много препятствий. В раннем детстве девочка потеряла слух, но научиться петь и играть на фортепиано было мечтой. Воплотить ее в жизнь помогли преподаватели 2-й музыкальной школы Реотова. Моя сестра училась в музыкальной школе. В школе. Она на фортепиано играла, разные произведения. Я тоже решила, когда же стать моей сестрой. Я решила играть на пианино и еще петь. И научиться играть на гитаре. Музыкой и вокалом Соня занимается уже 3 года. Свои навыки постоянно усовершенствует. Участвует в разных конкурсах и фестивалях. Успела заявить о себе не только в нашем городе. Например, совсем недавно выступала в Московском доме музыки, где сорвала овации. Соня оказалась очень трудолюбивой, очень упорной и способной. И поэтому, когда нам предложили поучаствовать, мы решили, почему бы и нет. Поучаствовали в одном конкурсе успешно, поучаствовали в другом конкурсе успешно. В общем, как говорится, развыступались, разгастролировались, как нам сказал один педагог. А это 12-летняя Маша Гуреева. Ее талант, говорят педагоги, безграничен. Кроме того, что девушка поет, она играет на фортепьяно и флейте, и это доставляет ей огромное удовольствие. Соната Бетховена и мелодия Бабаджаняна в списке любимых произведений. Их Маша ежедневно оттачивает на музыкальных инструментах, как дома, так и в школе. Вокал сейчас я учу. Новое произведение – это «Умывало красное солнышко», «Гляжу в озера синие». Я хочу стать преподавателем вокала, обучать детей с ограниченными возможностями, чтобы у них тоже появился какой-нибудь интерес к музыке, к вокалу. Девочка занимается уже четвертый год, и явные успехи, потому что это большой труд родителей, большой труд ребенка, и мы стараемся сделать все, что зависит от педагогов, все, что зависит от школы. Занятия со слабослышащими детьми проходят очень непросто, но терпение и труд – все перетрут. Как говорят сами педагоги, находить общий язык с девочками помогают их родители. А вот нотная грамота для них ничем не отличается. Все точно так же, как и у обычных детей. Единственное, что мы можем помечать, какие-то нюансы, которые более важны, яркими фломастерами, что-то подчеркиваем, какие-то ноты красного цвета мы делаем, синего цвета. Кстати, 26 сентября в МКДЦ состоится концерт в преддверии Международного дня глухих. Участие в нем примут и воспитанницы второй музыкальной школы Софья и Мария. Сейчас вовсю репетируют. Дарья Галакова, Алексей Золотарев для РТВ. Арина Владимировна, ну, можно только поаплодировать ребятам, педагогам. Все-таки, вот как все-таки строится обучение с такими детьми? Есть какие-то свои нюансы, наверное? Да, безусловно. Спасибо за аплодисменты. Ведь вот раньше такого не было. Многие родители, зная какие-то проблемы своих детей, стеснялись об этом говорить, заявлять. Вот у нас произошло такое чудо. Родители не постеснялись, не побоялись, проговорили все проблемы. Причем очень хотели, чтобы дети развивались, занимались музыкой. И мы, не имея такого опыта, мы буквально учились у родителей, как нужно проговаривать, как нужно что-то объяснять, что-то повторять, потому что деткам иногда с первого раза что-то, может быть, не очень понятно становится. Мы сами учимся и научились. У нас есть уже своя определенная методика. Вот педагог сейчас рассказал о том, что мы раскрашиваем в разные цвета и проговариваем. Есть какие-то определенные термины, которые дети понимают. Вообще, на самом деле, они совершенно нормальные, замечательные дети, очень трудолюбивые. У них... Эти семьи научились жить по-другому и воспитывают детей очень правильно. Они понимают, что для них это очень важно. Причем дети очень общительные. Вокруг них всегда собирается группа друзей. И как бы проблем у них не возникает. Как говорил великий педагог Вогоцкий, ведь успехи детей зависят во многом от вовлеченности родителей. Безусловно. Особенно вот с такими ребятами, когда они учатся в музыкальной школе. А педагоги? Кто они? Эти, не побоюсь этого слова, святые люди. Где вы берете этих профессионалов? Я так понимаю, вы спрашиваете про весь коллектив. Потому что, да, коллектив... Да. Это совершенно удивительный коллектив. И я очень благодарна, что я с ними... Это большие профессионалы своего дела. Это люди, которые несут все тепло и радость детям. Прекрасно понимают их. Потому что педагог это не просто человек, который умеет играть на каком-либо инструменте. Это прежде всего человек, психолог. И дети отвечают им взаимностью. И педагоги... У нас есть педагоги, которые много лет работают уже в этой музыкальной школе. И совсем недавно мы поздравляли нашего педагога Серафиму Александровну Ульянову. Это наша замечательная виолончелистка. С 40-летним юбилеем работы в этой школе и с ее замечательным женским юбилеем. Поэтому вот есть у нас старейшины, наши педагоги. А есть молодой коллектив, который вносит... Свою струю. Да, свою какую-то такую жизненную струю интересную. У них горят глаза. Они все хотят. У них очень много интересных проектов. Они не боятся поехать на какие-то конкурсы. Они не боятся создать что-то интересное, новое в плане каких-то ансамблей. В общем, наш коллектив это просто чудо какое-то. Давайте теперь поговорим о ваших достижениях, об успехах. Чем были отмечены, как вы, как директор, можете сказать, в последние 2-3 года нам удались особенно? У нас так много интересного, что сложно что-то такое конкретно прямо проговорить. Но тем не менее, у нас, во-первых, дважды мы были участниками Дельфийских игр. Один год это ездила моя ученица Максимова Ксения. Это было в Орле. Второй год ездила Востокова Надежда. Это наш теперь нынешний педагог молодой. И она привезла оттуда золото. А же не проходили? В Екатеринбурге. В Екатеринбурге. Она привезла оттуда золото. И прекрасный совершенно подарок, кроме золотой медали, это синтезатор, про который я чуть позже могу рассказать. Это была встреча с китайскими музыкантами. Было очень интересное предложение от одной моей сокурсницы. Она сейчас работает в Китае. И она привезла группу ребят, проездом через Москву, на международный конкурс «Вярославль». На который мы тоже, кстати, вместе с ними так и поехали. Они были у нас в школе. Это китайские ребята, совершенно удивительные китайские ребята, которые играли у нас, играли вместе с нашими детьми. Это был интересный, совершенно чудесный концерт. Ждем теперь их еще в январе. То есть мы как-то так вот дружим. Теперь дружим. А есть ли у вас губернаторские стипендиаты? Губернаторских стипендиатов у нас много. В этом году у нас 7 человек. Три года назад у нас было 3 человека. В прошлом году у нас было 5 человек. В этом году у нас 7. Рост на лицо? Да, рост на лицо. Вот в спорте, чтобы стать мастером спорта, допустим, нужно выиграть какой-то чемпиона. Вот чтобы стать губернаторским стипендиатом, что нужно сделать ребенку эдакого? Надо стать лауреатом, именно первой степени лауреатом, в каком-то очень солидном международном или всероссийском конкурсе. Может быть областном, потому что критерий конкурсов непростой. Там есть целый список конкурсов, на которые опираются при выборе детей на губернаторскую стипендию. Поэтому это все очень непросто. Это огромный-огромный труд педагогов и детей. Я знаю, что у вас также работает и театрально-музыкальная мастерская. Или музыкально-театральная, я вот боюсь не ошибиться. А как там строится обучение, и кто эти юные актеры-музыканты? Да, это наша замечательная подготовительная группа под руководством прекрасного педагога Аллы Алексеевны Пушковой. И там занимаются ребята. У нас есть группа с двух с половиной лет для родителей с детьми. А потом они переходят... С двух с половиной лет? Я не ослушался. С двух с половиной лет. И дальше это группа 3-4 года, 5-6. И именно эти дети занимаются по какой-то особой программе с театральным уклоном. Ежемесячно у них есть открытые уроки показательные для родителей, для всех желающих. То есть есть уже какие-то постановки, уже есть свой репертуар. Да, есть свой репертуар. И много интересных дипломов. Уважаемые телезрители, напомню, сегодня у нас в гостях удивительный человек. Директор, руководитель детской музыкальной школы номер 2, Олеся Ивахно. Звоните нам по телефону и задавайте вопросы. 8-495-791-8802-791-8802. Давайте теперь поговорим о новшествах. Я знаю, что совсем недавно у вас тоже появилось какое-то новое направление. Расскажите, Амин. Да, это удивительное новое направление. Сами того не ожидая. У нас появилось новое отделение электронного органа. Дело все в том, что наша бывшая ученица по классу фортепиано 4 года назад поступила в Гнесинское училище по классу органа. Закончив его, в этом году поступила сразу в академию и пришла к нам работать. Появилась очень интересная идея у Александра Сергеевича Беспалова соединить орган, клавиши электронные с педалями и создать медиакомплекс, которого нет нигде. Есть девочка одна, которая играет, это в Новосибирске. А теперь у нас есть целый класс детей. Это порядка 10 человек детей, которые заинтересовались этим инструментом. И Надежда Востокова преподает теперь этот предмет. То есть у вас свой орган получается? Электронный орган. А еще есть подобные направления в Московской области? Ну, как в области, да, проговорили, что это прорыв, музыкальный прорыв. Я вас просто поздравляю с таким прорывом. Давайте теперь поговорим о выпускниках. Вот вы уже рассказали нам, сколько из них становится профессиональными музыкантами. Я могу ли вы о ком-то конкретно рассказать, что да, действительно, мы этим человеком гордимся? Некоторые выпускники сейчас работают уже где-то за рубежом и преподают, и владеют разными инструментами. Но у нас много выпускников за последние годы, которые поступили в какие-то музыкальные заведения. Некоторые уже закончили и поступили в высшие учебные заведения. Много интересного. Это вот та же Надежда Востокова. Есть мальчик один, Левитин Федор, который поступил на звукорежиссуру. То есть мы никогда не думали, но так вот ему понравилось, интересно было. И он поступил. Есть Илья Янович, который сейчас поет в ансамбле Александрова, и мы очень гордимся этим. А многие наши пианистки, это Ксения Максимова, Анастасия Елисеева, они сейчас в Гнесинском училище. Да, и мы надеемся, что они будут дальше продолжать свое обучение. В этом году они заканчивают. Но это блестящие пианистки, мы гордимся ими. Но они не забывают вас, они приезжают? Не забывают. Не забывают, да. У нас все наши выпускники, все наши лауреаты, они возвращаются к нам. У нас даже есть отдельные концерты, концерты лауреатов, концерты выпускников. Поэтому мы всегда рады их видеть и слышать. Алиса Владимировна, у нас не так много остается времени. Я предлагаю ответить на вопросы, которые поступили от Ревтовчан к нам на электронную почту. Вот домохозяйка Евгения Белова спрашивает, со скольки лет принимают в школу по классу фортепиано? Семи лет. Семи лет? То есть как обычно? Да, конечно. Семи лет. Так, менеджер Андрей Кулешов спрашивает, ребенку уже 10 лет. Можно ли записаться в музыкальную школу? Да, конечно. Можно и в 10 лет записаться в музыкальную школу. Это будет совсем другая программа. Не предпрофессиональная, предположим, а общеразвивающая. Потому что по возрасту этот ребенок может не успеть закончить передпрофессиональную программу. Так что, пожалуйста, мы ждем всех. Приходите записывать. Приходите, конечно. Еще один вопрос от учителя музыки Ирины Корневой. Какие новые методики преподавания используются в обучении? Новые методики есть у каждого педагога. И каждый педагог по-своему относится в силу своего, предположим, возраста, своего опыта какого-то жизненного, музыкального, творческого. Поэтому это совершенно индивидуальный подход и к каждому ребенку, и у каждого педагога. У меня такой еще вопрос. Как вы относитесь к модным нынче на телевидении, телепроектам, в них вот таким музыкальным? В них все-таки больше элементов шоу или профессионализма? К телепроектам отношусь замечательно. И потом, как можно создать шоу, если нет профессионалов? Абсолютно. То есть профессионализм – это, наверное, первостепенно. И, наверное, последний вопрос, который я сегодня успею задать. Какой ваш главный принцип работы с детьми? Помогать, любить и поддерживать во всем, чтобы они получили все знания у нас в школе. И мы будем только этому рады. Где вы черпаете силы? В этом помогает семья. У меня замечательная совершенно семья. Все мои дети заканчивали первую музыкальную школу. Все получали образование. А младшая моя дочь сейчас вокалистка. И это по жизни очень помогает. Но всем помогает. Музыка помогает всем. Поэтому то тепло, которое меня окружает, это всегда помогает. Музыка помогает всем. Давайте на этой мажорной ноте закончим нашу программу. Напомню, уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях была удивительный человек, руководитель детской музыкальной школы номер 2 Олеся Махнон. Большое вам спасибо за интересную беседу. Ждем вас снова к нам в гости. Спасибо большое. Наша программа на этом завершена. Встретимся через неделю в программе «Диалог». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok